Шалом Алейхам Дальше интересное повествование о том, как Авраам встречается с Мелхаседеком. Затем следует пророчество о египетском рабстве для еврейского народа. Далее история рождения Ишмаэля. Потом мы видим, как Бог в качестве знамения своего завета с Авраамом повелевает ему обрезаться, то есть совершить бритмила, как мы это называем на еврейском языке. И в конце история рождения первенца Авраамова Исхака. Вот такая очень интересная недельная глава, пожалуй, самая известная. Ну, начнем с текста, которым начинается, собственно, эта недельная глава. Береши, 12 глава, 1-2 стих. И сказал Господь Аврааму, иди с земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего на землю, которую я укажу тебе. И я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя и возвеличу имя твое и быть тебе благословением. Итак, очень интересная картина. Спустя 10 поколений, после Ноаха, Ноя, до которого от Адама тоже было 10 поколений, Бог снова обращается к человеку и говорит с ним и заключает с ним завет. Тема заветов очень особенная тема. Я не буду сегодня об этом говорить подробнее. Мой план поговорить о каких-то очень интересных особенностях текста недельной главы. Но по поводу заветов у меня есть несколько уроков на тему завета с Авраамом и вообще заветов. Я просто дам в описании ссылочку, вы сможете их посмотреть. Итак, Бог выбирает Авраама. Авраам, как говорит Мишна, трактат Брахо, 13 глава, часть Алиф, что на тот момент его имя означало отец Арама, то есть территория современной Сирии. Из Писания мы знаем, что отец Авраама был на тот момент идолопоклонником. Больше того, он производил идолы и это был его бизнес, от которого он жил. Не очень понятно, откуда Авраам на самом деле знает о Боге, откуда у него такая информация, когда к нему Бог обратился, он ведь реагирует на это, он понимает, кто к нему обратился. Есть мнение, что Авраам мог видеть еще Ноха, который в свою очередь мог видеть еще Адама и таким образом информация о Боге распространялась. Так или иначе мы с вами понимаем, что когда Бог обращается к Аврааму, Авраам понимает, кто к нему обращается. И Бог обратился, мы с вами прочитали такими словами, в русском языке написано «иди». Это не очень точный перевод, потому что в еврейском языке написано «лех-леха», что можно было бы перевести как «иди себе» или «иди к себе». Таким образом, Тавра подчеркивает тот факт, что действие, которое совершит Авраам, оно нужно прежде всего ему самому, так это толкуют наши рабонимы. Не очень понятно, почему именно Авраам, возможно, как и в случае с Ноем, на тот момент больше не было людей подобных, хотя мы встречаем и того же Мелхаседека на страницах Священного Писания. Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, содержится у пророка Неемии, который говорит об Аврааме такие слова. «И нашел сердце его верным пред тобою и заключил с ним завет». Это 9 глава, 8 стих книги Неемии. Интересно, что здесь используется слово «верным». В еврейском языке это слово «неиман», которое переводится как «крепкий», «надежный», «стойкий», «истинный». Кстати, русскому человеку хорошо знакомо слово «аминь», которое, собственно, тоже происходит от того же самого корня. То есть, понимая значение этого слова, вы можете понимать, каким именно описывает Авраама пророк. Итак, мы с вами читаем, что Бог заключил с Авраамом завет, соделав его отцом всех верующих. Своим действием Господь не только изменил жизнь Авраама, он изменил его природу, его сущность. Если мы с вами будем читать эти тексты на иврите, то мы увидим такую картину. Авраам становится Аврагамом. Там появляется буква Гэй. Это очень особенная буква в еврейском алфавите. Буква, которая является символом имени Божьего, которую мы до сего дня очень часто используем, дабы не писать имя Божие. Ставим только эту букву. Подобным образом произошло и Сарай, которая стала Сарой. Там еще интереснее, почему? Потому что не только появилась та же самая буква Гэй, но еще и исчезла буква Юд, которая очень часто в дальнейшем тоже ассоциируется с именем Божьим. Там двойной Юд встречается, например, в книгах Псалтырь, которые публикуются сегодня служащие для молитв в синагогах. Там очень часто вместо имени Божьего ставят два Юда. Интересно, что подобные перемены, кои произошли с Сарай, мы уже видели на страницах Священного Писания. И я обещал, что когда мы дойдем до этого текста, я об этом немножко поговорю подробнее. Что я имею в виду? Если вы помните историю, когда Бог привел женщину к Адаму, Адам сказал, я мужчина, поэтому ты женщина. И я, рассказывая об этом, говорил, что изменение, которое произошло, оно в русском языке не очень заметно, как, возможно, и в других языках, но очень хорошо понятно для тех, кто читает текст на еврейском языке. Ибо произошло именно вот такое же действие, как в истории Сарай. Буква Юд исчезла, и появилась буква Гей. И таким образом слово Иш мужчина трансформировалось в слово Иша, женщина. Обратите внимание, опять появляется та же самая буква, которую я иногда называю печатью имени Божьим, да, или с именем Божьим. И исчезает другая буква, которая является Юд. Почему я вижу связь в этих действиях? Не только дело в буквах, хотя и в них тоже. Смотрите, Ева стала прародительницей всех людей, живущих на земле. Какую роль она сыграла в истории с Адамом, и в дальнейшем мы с вами знаем. Сара стала прародительницей еврейского народа, которую мы регулярно вспоминаем в наших молитвах. Когда Господь изменил их имена, когда Он совершил у них эти действия, Он не просто изменил это написание, да, или прочтение, Он изменил природу. И таким образом мы с вами смотрим и знаем, что Сара, которая на тот момент была бесплодной, стала проматерью, можно сказать, еврейского народа. Изменив две буквы Юд и Гей, которые в свою очередь стали символами имен Божьих. Интересно, что когда Ешуа заключает с нами Завет, он по сути так же, как в истории с Авраамом, меняет нашу жизнь. Больше надо сказать, если наша жизнь не изменилась, то у меня есть очень серьезный вопрос. А вступили ли мы в Завет? Почему? Потому что Завет несет перемены. И мы с вами знаем со сторонниц Нового Завета, что когда Ешуа заключает с нами Завет, Он дает нам новое имя, которое пока нам неизвестно, но откроется, когда мы придем на небо. Еще одна мысль, о которой я хотел бы здесь поговорить, это о Завете и призвании. Цель Завета не только для того, чтобы дать что-то тому человеку, с которым он заключается. Завет служит благословением и для него, и для людей, которые его окружают. В случае с Авраамом мы с вами читаем, что Завет стал благословением для всего мира. И я сейчас говорю не только о том, что через это обетование был дарован Машех в этот мир, но еще при жизни Авраама здесь на земле мы с вами читаем такие слова в книге Берешит, Бытие, 23 глава, 6 стих. Такая характеристика дается Аврааму. «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас». Другими словами, мы понимаем, что жизнь Авраама, его поступки, его поведение, его нахождение там среди этих людей было таковым, что люди окружающие его понимали, что есть Бог и что он, Авраам, князь Божий. Подобно Аврааму, еврейский народ, который оказался в рассеянии, да, в силу известных нам причин, о которых мы сейчас говорить не будем, но вместе с тем народ израильский стал светом по всему миру. До сегодня весь мир читает Библию от первой до последней буквы, написанную рукой еврея. Интересно, что когда Ишоу ходил с земли, подобно этому тоже дал призвание для всех, кто уверует в него. Он сказал так в Матфея 28 глава 18 стих. «Итак, идите и научите все народы, погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Другими словами, если в нашу жизнь пришел завет, то в нашу жизнь пришли перемены и пришло призвание, которое должно служить для всех народов, не только для нас, любимых. Именно поэтому, если в жизни человека не произошло перемен, то у меня возникает вопрос, а был ли в его жизни завет с Богом? Вот это те мысли, которыми я хотел с вами сегодня поделиться. Я понимаю, что это не вся недельная глава. Я выбрал такую стратегию, что частями я буду из года в год их излагать, поскольку Бог даст лет жизни. Надеюсь, для вас это было интересно и назидательно. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще, Машех. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok